Здравствуйте, с вами мой блог «Ничего святого» с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Ну, уже сама жизнь и природа с похоронавирусом прямым текстом обращаются к президенту Зеленскому. Вова, какие еще знаки свыше тебе нужны? Тебе же прямым текстом два человека пожертвовали карьерой, чтобы показать, какая у тебя есть перспектива и в чем разница. Зеленский, ты можешь уйти гордо, как Вакарчук, или плюхнуться, как туша сивоха. Выбирай. Люди тебе личным примером показывают, что можно вот так, а можно вот так. И мне кажется, что Вакарчук реально это лучший вариант. Тихо, отойди в сторону и не позорься. Вова Зеленский. Карьеру можно закончить, а можно ее похоронить. Очень легко можно из уважаемого комика превратиться в обосранного презика. Потому что не надо себя тешить иллюзиями, что все наладится. Нет, дальше будет хуже. Количество проблем уже не будет уменьшаться. Оно по-любасу будет только возрастать. Уже сегодня все видят, что мы возвращаемся в какие-то, на небольшой период времени, в какие-то почти советские времена. Уже садят, ну фактически хотят там сажать за посты, за пародии. Скоро начнут за анекдоты. Это тупая реинкарнация Савка. Долго не продержится. Вова Зеленский. Ты не Вацлав Гавил. И ты не Махатма Ганди. Вова, тебе знаки свыше даны. Вот была Надя Савченко. Ее популярность была выше, чем у тебя, дурака. Не только в Украине, во всем мире. Она была не только местечковым звездолетом, как ты, Зеленский. Она была всемирной звездой. С рейтингом 80% среди наших избирателей. И вот она была звездой, а стала, прости господи, 8 человек за нее проголосовало на выборах. 8 человек проголосовало за дуру, которая начинала с 80%. Вова, тебе вот люди положили карьеры и жизни, чтобы показать, чем это заканчивается. Вова, может быть ты считаешь, что ты умнее Надя Савченко? Что ты умнее Сивоха? Ну ты точно не умнее Вакарчука! Пожалуйста, возьми пример. Свали по-тихому. Друзья мои, у нас в субботу в 11 часов на Михайловской площади состоится собрание ветеранов. Собрание добровольцев. Потому что 14 число это день добровольцев. Понятно, что мы заявляем 50 человек. Я уже не помню сколько там. Ну, в общем, не я этим занимался. Но я все-таки приглашаю вас прийти, потому что вот этот вот похоронавирус, которым нас пугают, с точки зрения большинства специалистов, это просто какая-то глупость. Это какой-то просто, ну вот политический пердемонокль. Потому что если посмотреть, сколько умерло от коронавируса в день, получается в мире какая-то ничтожная цифра. Есть болезни, от которых люди умирают инфекционные тысячами, да десятками тысяч, сотнями. В день это тысячи и сотни погибших от других болезней. Это какая-то всемирная пушесть. Я думаю, что добровольцев и ветеранов и патриотов это не остановят. И давайте мы все покажем нашему президенту, что пока мы вежливо и как бы настойчиво просим его поменять векторство его поведения, я так мягко, мягко, мягко скажу, да, без лишнего давления. И мы с вами пройдем от Михайловской площади до Европейской площади, пройдем мимо Кабмина, вручим требования мимо Верховной Рады, зайдем на администрацию президента. Ну и, друзья мои, конечно, ну у меня такой немножко спонтанный сегодня влог, я так особо не готовился, но вообще меня реально бесит эта ситуация с дурацким коронавирусом. Ну какого хрена дети не ходят в школу? Ну вообще-то они минимально подвержены коронавирусу. У нас есть буквально там 2 или 3 человека больных на всю Украину. Прошло вот этот вот вирус, который был вот этот вот там птичий гриб всякий там щенячий, свиной, было жертв ну в разы больше. И единственное, что я запомнил с тех времен, вот это вот, вот это вот тамифлю Юлии Владимировны. Вот никогда не знал, что я пожалею за Юлию Владимировну. И тогда говорили, как она поднялась на тамифлю, да по-моему весь мир посмотрел на Юлию Владимировну и сказал, вот это, вот это чувиха реально забодяжила схему. Вот это она молодец. Мы в следующий раз станем на Юлины лыжи и конкретно пройдемся. Все, не надо. Слушайте, Юлия Владимировна, возможно, просто пошутила вот с вот этим вот своим тамифлю. Я не знал, что Юлия Владимировна заразила всех там от Трампа до Евросоюза вот этим своим, вот этой схемой с тамифлю. Я, конечно, понимаю, что Юлия Владимировна великая женщина, как говорит Саша Абдулин, но я не знал, что до такой степени. Да, опять-таки к Зеленскому. Господин Зеленский, вашим именем уже стало понятно, улицу ни одну не назовут. Не назовут город, не назовут теплоход. Не надо, пожалуйста, вот опускаться до уровня Януковича или остальных тупых диктаторов. Надо иметь мужество, вот просто мужество и честность. Надо не врать самому себе. Это не ваша должность, это не ваши способности и не ваши возможности. Чем быстрее, Владимир Александрович, вы отойдете от этой должности, тем вам, вашей семье, нам, нашему и Украине будет лучше. От этого будет лучше всем. Вот честное слово, проигравших не будет вообще. Если вы считаете, что проиграет ваше самолюбие, так я могу сказать, что это минимальная потеря, ну, судя по истории человечества, которая только может быть. Если единственное, что пострадает, это ваше эго и ваше самолюбие, поверьте мне, оно пострадает намного меньше. Если вы не уйдете, вот спокойно, как Вакарчук, а будете заходить в состояние Сивохо или Януковича, это самая худшая форма ухода. Поэтому есть возможность уйти красиво. Я очень надеюсь, что хватит мозгов, советчиков, друзей и родственников, которые просто все вместе помогут уйти красиво. Уйти достойно, это намного лучше, чем обосраться. Тихо уйти, это лучше, чем громко все просрать. Тихий уход, это удел мудрых людей. Я надеюсь, что вот какая-то мудрость у нашего президента есть. Надо спокойно отойти в сторону и дать людям понять, что вот вы на них не держите зла и мы на них не держим зла. У нас есть наша страна, которую нужно спасать. Впереди большие проблемы. Есть экономический кризис, пандемии, экономика. Это все должны разруливать профессионалы. Пусть лучше вот эти вот старые хитрожопые устрицы из всех партий, ругаясь между собой, вот без всякой монобильшести, решают проблемы, которые могут решать взрослые люди. А вот эта вот команда недорослей, вот эта команда недоразумений, которая попала в Верховную Раду, их нельзя допускать к решению вопросов вообще никаких. Подписывайтесь на мой канал, просматривайте подписочки, они иногда падают и распространяйте. Друзья мои, мы все видимся в субботу в 11 часов на Михайловской площади, потому что за нами не зажавеет.